Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Фигурка. Меня зовут Костя Лесик. Только что здесь, за моей спиной, во дворце спорта Айсберг закончилось шоу Ильи Авербуха, где выступали многие известные фигуристы, такие как Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Анна Щербакова, Евгения Медведева. Сейчас я загляну за кулисы после окончания шоу и поговорю с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Ну и также, может быть, встречу кому-нибудь еще из фигуристов. Погнали за мной! Так, Алексей, как вообще вам в Сочи выступать здесь? По-моему, все очень классно прошло. Какие впечатления? Прямо вот как второй дом. Уже много-много лет мы пытались вспомнить. Не, ну, конечно, что вспоминать. Сколько сезонов, по-моему, три было с огнями большого города, по два сезона и Кармен, и Ромео Джилет, Анна Каренина. И вот этот сезон уже опять айсберг любимый, полюбившийся нами ледовый дворец. Федеральная территория Сириус. Ну, просто, знаете, уже вход сюда вот через эти ворота, какой сезон. У нас даже есть места в раздевалках. Слева мальчики, справа девочки. Закрытыми глазами можно. Уже просто годами сидим. То есть уже, все знают, здесь Лёшка Тихонов сидит, здесь я сижу и как-то занимаем свои же места, поэтому... Ну, и плюс, слушайте, когда солнце на улице, и, конечно, солнце нам вредит, потому что, когда дождь, людям, туристам делать нечего и, как бы, больше зрителей. А когда солнце, все равно до последнего, как бы, все пытаются полежать, позагорать. Но это же круче, когда на улице солнце, полдня ты можешь отдыхать, плюс здесь практически все со своими детьми. Мы останетесь с младшей Мишелью здесь. То есть какое-то такое прям крутое совмещение отдыха и выступлений. У вас классный номер, ну, первый номер, где вы ходите к зрителям, как они реагируют, не боятся. Там прям буквально лежите на... Сегодня, видите, немножко те люди, которые на пушках и включают свет, рано включили. То есть, обычно, когда музыка начинается, и люди не ожидают, и, как бы, раз, а артист следит них. Вчера было очень смешно на премьере, когда я в темноте пролезаю к ним, и зрители, о! Ну, они же знают, что сейчас Алексей Гудин, Илья Авербуха, объявил. Они такие, что, сейчас зима, зима будет. Я говорю, да зима уже прошла, сейчас свет. Они говорят, нет, нет, ну, вы все равно сейчас зажжете. Я с ними шучу, я говорю, слушайте, доехать бы до конца. Ну, вчера было очень, как бы, волнительно. А они такие, да не, вы доедете. Ну, такой вот прям диалог был. А сегодня, когда свет на мне зажегся, пушка, я, ну, я так, все слышат. Я говорю, да, конечно, пушка и получит сегодня Авербуха, потому что очень рано был включен свет, и зрители меня уже заранее увидели. Так что есть возможность и с ними еще поговорить. Но стараюсь как бы не переходить черту, то есть, ну, так, позаигрывал чуть-чуть все, и пошел кататься. Ну, номер, естественно, как естественно, по икоте, не новый, а, как говорится, хорошо забытая, старая. Но он боевой, один из моих, наверное, самых любимых номеров за всю мою достаточно длительную и уже, наверное, профессиональную карьеру. Как бы шуточный, драйвовый, и у нас много номеров, где действительно со смыслом глубокий, проникновенный, а здесь можно поиграться со зрителями. Второй номер такой более лирический. Я, честно, сегодня был, видел, как многие зрители плакали, потому что действительно очень проникновенно, чувственно, какие, наверняка, какие-то свои эмоции туда вкладываете, какую-то свою историю, как молоды мы были. Сегодня вот хорошо была графика на льду, и показаны кадры работы с Татьяной Анатольевной. Ну, не знаю, может, я какой-то слишком чувствительный человек, но, при том, что достаточно не эмоциональный, но какая-то честность и откровенность порой вызывает у меня определенные эмоции. Например, в Ромео Джулетте, знаете, когда все, как говорится, пазл складывается, потому что и музыкальное сопровождение, и визуальное восприятие, и актерская игра, допустим, Таня и Максима, по теме, а не Марина. Я специально бегал после своего номера, многие видели Ромео Джулетте, и я плакал. Вот у меня вот все складывается, и в этом номере, это одна из моих любимых тем, краски ее исполняет. Вот правильно ты говоришь, что это со смыслом. И понимая, и начиная этот номер, например, ни одно шоу не начинается без либо укола, обезболивающего, либо на таблетку, потому что колено совсем не работает. И я понимаю, что сейчас как бы кататься, и я чувствую ногу, и вместе с этим эти кадры из прошлого. И ты понимаешь, что вот конец уже совсем где-то вот здесь. Вот уже скоро закончится. И поэтому до слез внутри. Они в реальности были у Тарасова один раз, но мне Тарасов, когда обнимал, говорит, не плачь, я тебе приказываю не плакать. Я как-то ее так услышал. Ну, там и Татья Антонина была, здесь как бы ее нет. Ну, вот, я плачу, наверное, внутренне. Ну, вот, ты понимаешь, что вот так уже. Ну, 22 шоу, учитывая все эти, нормально? Да, нормально, тем более у нас с выходными. Самое тяжелое, наверное, то, что у нас когда-либо было, еще будет это новогодний елки. Потому что Илья не ставит... Не потому что, типа, детское, поэтому должно быть легкое. То есть он ставит реально полноценные спектакли. И контрактами, которые длятся по два часа. Несмотря на то, что это детские спектакли. И вот там, порой даже ночуешь в Ледовых дворцах, потому что, ну, у тебя трясет от усталости. И чтобы не тратить час езды домой и час утра обратно, я прям просто ночую там, чтобы побольше поспать и отдохнуть. Вот это адский труд, вот, честно. Вот это новогодние елки детские. Здесь все-таки два сольных номера, групповые такие, они достаточно легкие. Поэтому с выходными днями... А вы с выходными поедете? Как только вы пришли на территорию? Колено, да, не выдерживает, а так... Анна Щербакова появилась в вашей семье. Как приняли ее, как работать с ней в одной команде, теперь уже полноценной? Ну, крайне, я думаю, что по всем комментированиям, которые были, и не в этом только сезоне, как бы можно было понять, что действительно с искренней симпатией отношусь к этому человеку. И я понял одну вещь, особенно после Олимпиады, когда я видел, что она готова, потом прихожу, а там нет ничего на тренировке, потому что были сломаны коньки, ботинки, и она их поменяла и начинала прямо с нуля. А это уже все. Это Пекин, это Олимпийские игры, как говорится, турниры всей своей жизни. Я понял одну вещь. Все эти чемпионаты России, чемпионат мира, единственные в ее карьере, Олимпиады, вот, по-моему, чем тяжелее человеку, тем лучше для нее. И мне очень импонирует ее воспитанность, воспитание, несмотря на юный возраст, это очень интересный человек в общении, и почему-то какой-то без границ работающий юный организм. Все. Я говорю, Анечка, я подвозила после первых репетиций здесь, когда мы только были, живем в одной гостинице, она говорит, а как 22 спектакля-то откатать, 22 шоу? Я говорю, Ань, я говорю, вот послушай меня, старый человек, не рвись первые три дня, не надо ставить никакие здесь рекорды, все контролируем, но так, в спокойном режиме, я говорю, дальше уже, когда ты адаптируешься, да, она говорит, потому что у нас, ну, сколько там, ну, шесть выступлений, семь после Чемпионата мира, и все, я говорю, поверь, здесь все хорошо, ребята нормальные, без каких-либо там амбиций во внутренней кухне, главное, спокойно и без рвения. Я говорю, ну, приятно, мы, как говорится, уходя сейчас от англицизмов, да, не слово welcome в нашу семью, а добро пожаловать, и, ну, конечно, безусловно, украшение наше ушло. Ну, человек, вот, новый спичок, олимпийский чемпион. Новый номер ее успели оценить, который с Ильей Авербухом они поставили под стихи? Да, вчера не смотрели, сегодня, сегодня посмотрел, он, естественно, будет вкатываться, но там же серьезный текст. Вы знаете, как у Высоцкого, может, нравится, не нравится, там, например, очень глубокий смысл в словах Бесик и Джаву, тоже со смыслом, но Аня, мне кажется, опять же, несмотря, отталкиваясь от юного возраста, она готова вот к таким номерам. То есть она не то, что вот поставили и откаталась, а она все-таки, ну, задает вопросы, то есть человек интересующийся. Ну, будет вкатываться, слушайте, это всегда, когда ты среди, блин, стариков. Ну, заиграла на новыми красками, ну, в смысле, в принципе, катание Ани, учитывая, что она поработала впервые с Ильей Авербухом, по-вашему. Ну, знаете, это как всю жизнь, допустим, я сейчас не за то, чтобы люди что-то постоянно меняли, но, например, там, тренировался у одного, поставил программу у другого, например, я там, у Жулина, мне что-то Авербух поставил, что-то Петя Чернышов, что-то еще кто-то поставил. Просто у каждого человека абсолютно разное видение, пускай даже одного и того же. И ты что-то взял у одного человека, там, вот, массовый, по-весному, взяли у этого, взяли у Авербуха. Каждый смотрит на другую по-разному. И так это просто тебя наполняет. Вот то же самое и с Аней, мне кажется, шикарный опыт. Вот, и для нее тоже, как говорится, в творчестве, которое происходит на льду, как и в любом другом творчестве, творчественном направлении, просто нет границ для развития. В фигурном катании у нас не так много новостей, но вот парочку хотелось бы обсудить. Сегодня появилась информация, что вроде как шестой недостающий этап гран-при примет Англия. Как вообще это вас удивляет, что в такой стране, казалось бы, не фигурной, может пройти турнир или вот на что только не пойдешь? Вообще все равно. Ну, этапы гран-при были Америка, Канада, слушайте, и была Германия много лет, я помню, Спаркашнкап, был Китай, там еще Россия, НЧК и Трофи в Японии, ну вот Англия, сейчас я слышал и Финляндию, по-моему, тоже, да, собирается один? Да, 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 вместо наших. Ну, пока там нет наших, как-то, ну, доходите к Зимбабве, пускай проводят. История с якобы там, да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот, не хотите с Марком поговорить? Марк, какие впечатления от шоу? Спасибо большое, я благодарю тебя. Спасибо. А я благодарю тебя, все детство смотрел, пока. Скотина. Знаю, 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 что тебя это весело. Но спасибо, что ты смотрела, а не твоя бабушка. Она тоже смотрела. Вместе смотрели, вместе смотрели. Все, Марк, ну, это была Астафия. Все, как дела вообще? Хорошо. Почему у тебя такой классный четверной Сальхов? В чем секрет? О таком не говорят. Потому что он генериал. Он Иван Букин покупает. Нет, точно. О таком не говорят, а может пукнуть. Давай, я попробую. Ты, конечно же, от ответа уйдешь. Конечно же. Но я попытаюсь. Новые программы. Наработочки, ненаработочки. Какой-то, может быть, просто мини-тизер. Можно даже не называть, а хотя бы как-то вот проанонсировать видео и вата, чтобы фанаты думали, что же такое, как это. Иван, можно пока у тебя спросить, как дела? Замечательно. Сочи прекрасный город. Спасибо, Илье, за приглашение. Мы наслаждаемся. Можно сказать, вообще это немножко погрузиться в другой мир. Это прекрасно. Просто прекрасно. Это очень интересно. И мне кажется, это очень помогает, развивает тебя как и спортсмена, как и артиста, наверное, может, будущее. Готовы 22 шоу катать? Да, конечно. Это удовольствие. Конечно, это нелегко. Это не так. Раз-два. Но это очень интересно, захватывающе. У нас новый номер. Мы кайфуем. Вообще получаем удовольствие. Смотрим на Марка, который прыгает в нереальные штырные. Что, последний вопрос. Что, как вообще с новым сезоном? Какие вообще программы, подготовки? Вот это вот все происходит. О, здравствуйте еще. Артем к нам подошел. У меня сегодня в очень удачном месте записываю интервью. Я каждый раз буду около входа приходить и все, будет опрос. Да. Просто все хотят со мной поговорить. Как снова? Ну, я думаю, что пока что мы здесь и выступаем здесь. А дальше уже, ну, смотри, как вообще складывается будет все. Ну, в конце сентября у нас всех прокаты. Надеюсь, что все хорошо, что мы там увидимся, да. Ну, а ты обещал что-то сказать про мини-тизер? Название к музыке произвольной программы уже есть на просторах запрещенной в России социальности Instagram и в телеге. Не обязательно мои. Класс. Ну, это очень тонко. Это очень тонко, никто не догадается. Ну, все, друзья, спасибо. Хотя, может быть. Спасибо за прекрасное, прекрасно проведенное время. Тебе самое большое спасибо за большие комментарии.